Конгрессмены призвали Байдена остановить «Северный поток-2». Республиканцы в Конгрессе США выступили с заявлением в связи с враждебными действиями России в отношении Украины. Они потребовали от Белого дома остановить «Северный поток-2». Об этом сообщает «Голос Америки». Конгрессмены-республиканцы Джим Риш, один из руководителей Сенатского комитета по международным отношениям, и Майкл Маккол, зампредседателя комитета по иностранным делам Палаты представителей, заявили о полной поддержке Украины перед лицом враждебного и дестабилизирующего поведения Кремля. По словам авторов заявления, США никогда не признают незаконную оккупацию Крыма и осуждают агрессию Москвы, а также действия марионеточных российских сил на Донбассе. Законодатели отметили, что они хотели бы увидеть, чтобы США предприняли действия, направленные на остановку строительства газопровода «Северный поток-2». Этот проект является ключевым источником пагубного влияния России и одна из его основных целей – подорвать безопасность Украины. Поэтому мы призываем администрацию Байдена незамедлительно представить в Конгресс промежуточный отчет, в котором полностью будут введены санкции, предусмотренные законом о защите энергетической безопасности Европы с учетом поправок, заявили Риш и Маккол. Риш и Маккол подчеркнули, что их радуют резкие заявления, сделанные США и НАТО по этому поводу. Однако, по их мнению, администрация Байдена должна подкрепить эту жесткую риторику столь же решительными действиями, в том числе за счет усиления военно-морского присутствия в Черном море, увеличения числа учений с региональными союзниками и партнерами, разработки более прочной и устойчивой архитектуры региональной безопасности и увеличения оказания помощи в области безопасности Киеву, в том числе с помощью поставок летального оружия. Напомним, российский проект «Северный поток-2» предполагает строительство двух ниток – газопровода от побережья России через Балтийское море до Германии. В США наложили санкции на компании, которые принимают участие в этом проекте. Россия использует этот проект с целью влияния на Украину и ЕС. Реализация проекта была приостановлена, однако сейчас она продолжилась. Отметим, ранее глава МИД Германии выступил против остановки «Северного потока-2» из-за агрессии РФ против Украины. РБК Украина сообщала, что в госдепе США назвали условия введения новых санкций против «Северного потока-2». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова